Привет, это Елена. Воскресенье, 16 марта. Анализ предыдущей недели. И что нас ждет на следующей? На прошлой неделе рынок потерял почти 2%, что, в общем-то, особо не нарушило булечной картинки, кроме краткосрочного таймфрейма. В основном на нас повлиял тандем геополитической напряженности между Украиной и Россией. И китайские экономические новости оказались неожиданно плохие. Мы также закончили очень турбулентный период ролловера. Мы перекатились с мартовского на июньский контракт. Те, кто торговал мартовский контракт, легко и свободно сделали 100 пунктов профита. Мартовский контракт будет еще жив и здоров почти в свою следующую неделю. И турбулентность вряд ли уменьшится из-за того, что у нас Quadruple Witching, 4-х видмасский OPEX, Option Expiration, на следующей неделе, плюс на следующей неделе заявление ФОМСа по ставкам, плюс на следующей неделе реакция на референдум в Крыму, как среагируют страны для нас, как трейдеров, как среагирует рынок на реакцию стран. Поэтому на следующей неделе вряд ли волатильность уменьшится, и это нужно учитывать в плане. На долгосрочном таймфрейме мы еще довольно близко к 1850, который обещал быть ключевым на опционную неделю. Посмотрим, если удастся хотя бы протестировать, взять назад, вернуть как поддержку. Если удастся, то, скорее всего, лонги вернут контроль. Пока 1850 висит, мы находимся в краткосрочном фуллбеке, откате, и этот откат не изменит бульшность настроения ни на кэш-индексе, ни на фьючере. Это бульшные графики на уровне месяца, недели. На уровне недели нам нужно протестировать 1800, прежде чем мы начнем думать о том, что среднесрочный тренд меняется. Таким образом, если 1850 остается над нами, 1800 становится главным призом тех, кто играет в шорт, и главным уровнем захода лонгов на продолжение, если они явятся. 1800, скорее всего, будет встречаться, защищаться, но так делали раньше, как будет в этот раз, посмотрим. Краткосрочно. Нас продавали, нас продавали очень организованно. Особенно продавали старый контракт. Видно было, как ликвидируют позы, новых покупателей не было видно. И мы будем ждать, если придут новые покупатели на новый контракт. Пока что продавцы превышают покупателей намного, раза в 3-4 как минимум. Надо будет поискать информацию поточнее. И так как мы закрылись слабо, и впереди нас ждут необычные, неожиданные опционные движения из-за целей спекулянтов на фоне геополитики и ставок ФОМСа, то мы приготовимся к следующему на предстоящей неделе. 1840 будет над нами. Не пускать этот тяжелый уровень. 1840 на подходе к нему. Пока есть продажи. Лонги забудут, что существует 1850. 1840. Сегодня, если на Глобиксе не удастся пробить, пока что мы находимся где-то в 5-6 пунктах от него, тогда у нас цель будет низ Глобикса, который показал в районе 23,5. 23,5 пробивали очень странно на Азии. Одним ударом скинули на 5 пунктов и выкупили. 28,5-23,5 было сделано одним ударом. Практически безобъемно. И довольно хорошо выкупили, повторю. Поэтому еще раз поддержку. Возможно, мы проверим на продажах ДАКСа. И тогда 23,5-24,5 под вопросом, устоит или нет. Внизу намного более интереснее. Уровень 16,18. И если продажа не остановится, то 805-806. Первый хороший уровень. Будем смотреть, как будет ликвидировать ДАКС. ДАКС ликвидировал очень мощно. Я бы не сказала, что на ДАКСе была паника. Там были просто очень мощные, суперсильные продажи. Такие ликвидации часто продолжаются. Поэтому посмотрим, как откроет ДАКС. Что он продаст, куда нас уронят. И 805-806 тогда цель на СИПе будет. Все уровни, естественно, уже на новом контракте. Если мы не сможем остановиться и потеряем 1800, то рынок по привычке расстроится. И основная поддержка всей недели тогда будет 1786,5-88,5. Вверху была интересная ситуация, когда довольно долго мы повторяли, что пока 1855-56 под нами, поддержка, дорога открыта наверх. 1900, 1920, 1930. Сейчас мы пробили 55-56. Если моментом силен утром, и есть хорошие новости, скажем, в среду, или у нас просто есть snapback rally, когда, если мы переборщим на продажу, и будет сильный отскок, как-никак у нас квартальный опекс, то пока 855-56 стоит, будут шортить 1850, 1840 и так далее. И будут шортить минимум на 40 пунктов оттуда. Это если весь глобикс будет ап, ап, ап. Это если мы поднимемся на глобиксов пунктов на 30, от 23,5, то оппозиционный свинговый шорт тогда, если день будет трендовый, понедельник перенесется на 55-56. Это если будет нас зашкаливать по какой-то причине вверх. Это мои уровни, это как я видела рынок, это как рынок подтвердил, в общем-то, хорошими пробоями, то, что виделось по price action. Расчетные уровни немножко отличаются. Вверху 43-44, 52-53. И первый серьезный расчетный уровень еще выше, чем мой уровень в районе 59,5-61 до 62. И если 60 каким-то образом пробивается, то будем снова анализировать краткосрочный таймфрейм, который превратится в нейтральный, и даже с булежным наклоном, и дорога на 1879-81 откроется. Таким образом, у нас есть почти 90 пунктов на квартальную опционную неделю, которая, опять-таки, по всем приметам, обещает быть волатильной, хорошей, мощной, пока опционные игроки заходят и выходят из своих поз. Около 100 пунктов. Это нормальная опционная квартальная неделя. Если рынок возвращается на круги своя и не запирает нас в 10 пунктах, а торгует хорошо, что в последнее время случается все чаще и чаще. Теперь технически. Технически мы обсуждали несколько раз на этой неделе. По-моему, у нас было 3 раза. Свечки поглощения вы это называете? Медвежье поглощение. Беришенгалфин. В данном случае, когда смотришь на Беришенгалфин, большинство учебников по теханализу скажет вам, что это хороший сигнал разворота, конца тренда, начала следующего тренда, ну и в таком духе. А-а-а, не так, не так, не так. Дело в том, что это хорошо работало, когда у нас было падение. Стата была довольно неплохая, когда у нас был беришный рынок в районе 2008 года. Но там был в принципе дисбаланс спроса и предложения. Предложения было намного больше. В данном случае надо смотреть на что-то еще. Даже если у нас есть 2-3 дня подряд поглощения, этого мало. Кто смотрел на статистику, как здорово можно было заработать, глядя на графики медвежьего поглощения, обнаружит, что в общем-то меньше 50% шанс хоть что-то заработать. То есть в данном случае надо смотреть на... Это первый сигнал, если второй подтверждение, что у нас рынок наклонился на бережность. Если это второй сигнал, должен быть что-то до того, это как бы подтверждающий день. Ну и в принципе, если 2-3 дня подряд, возможно, это хороший сигнал. А так всю неделю Ролова на нашем аукционе предложение намного превышало спрос, то, возможно, кто видит свечки бережного поглощения, скажет, уууу, теханализ работает. И тогда получится, что люди, вошедшие по этому сигналу, заработают. А так краткосрочно меньше 50% шансов заработать. Работать свингово краткосрочно. Супер краткосрочно. Внутри дня или по полудня, или если мы смотрим, скажем, на несколько часов, работает неплохо на заработок. Но это в основном для трейдеров и свингарей, которые начинают столбить небольшой профит внутри дня. Поэтому, как всегда, бывают теханализы, свечка с свечками, но состояние рынка, состояние рынка, состояние рынка. Контекст главное. Из контекста, если мы не увидим 55-56 на текущей неделе, будут шортить все, что ниже. До цели 1810-1812. Первая хорошая цель, супер краткосрочная. Но потом свингари попробуют додавить до 1805. 6,5 и, возможно, даже протестировать 1800. Меня спрашивают, если я отменила поездку в Москву. Нет, не отменяла. Билет куплен, гостиница заказана. Мы начнем давать информацию. В течение текущей недели я выставлю линки, включая на YouTube, плюс, возможно, будем извещать на каких-либо веб-сайтах или e-mail. Удачи всем! Неделя обещает быть волатильной. Вполне возможно, такой же тяжелой в торговле, как была предыдущая. Еще раз удачи и профита! Это была Елена. Пока! Bye!